Ветроэнергетики У нас с вами есть уже первый ветропарк. 35 мегаватт. Сегодня идет активная его уже работа в экспериментальном режиме. Мы вырабатываем электроэнергию, поставляем ее в общую государственную сеть. Мы видим и понимаем, как это будет работать. Следующее. Мы в полном объеме, как я уже сказал, задумались о том, что надо готовить кадры, потому что объем привлекаемых кадров будет достаточно большой. Так, нужных специалистов готовят на базе Ульяновского технического университета. В УЗИ открыли специализированную кафедру ветроэнергетики. Этим летом рядом с первым ветропарком в селе Красный Яр финская компания «Фортум» и «Роснана» приступят к монтажу еще 14 ветроустановок уже большего объема на 50 мегаватт. А в ближайшие два года в регионе должны заработать несколько парков общей мощностью в 250 мегаватт. Как уверяют специалисты, господдержка отрасли есть и будет. Программа поддержки действует до 2024 года. Что касается дальнейшей поддержки, пролонгации, решения окончательно не приняты, но есть понимание в отрасли, что эта поддержка необходима. Поэтому мы надеемся, что такие решения будут приняты. Еще одна главная задача ветроэнергетики в масштабах страны – локализация производства компонентов. Всемирно известная датская компания, производитель лопатей для ветрогенераторов «Вестас» официально даст старт строительству завода в регионе уже в июне этого года. Мы до конца этого календарного года планируем производство запустить. Что это даст для региона? Это, конечно же, новые рабочие места, что, собственно говоря, способствует не только развитию отрасли ветроэнергетики как таковой, но и способствует развитию машиностроения, то есть индустриального кластера. Отчасти символично, но город «Семи ветров» стал не только первой в истории страны площадкой для строительства ветропарков. Ульяновский регион по праву считается пионером ветроэнергетической отрасли в России, а тому, кто стоит у руля области, на форуме единогласно присвоили статус отца ветроэнергетики. Однако сам Сергей Морозов такую роль на себя не берет. Потому что у нас отца ветроэнергетики могут по праву считаться более зрелые, более умные люди, чем я. Я очень мало занимаюсь этим проектом времени, всего только 4 года. А вот сейчас я только разговаривал с учеными, которые занимаются уже до 17 лет. Поэтому пусть они будут являться родителями. Главная же мечта губернатора, чтобы Ульяновск область на правах первопроходца задавала темпы и векторы направления возобновляемому источнику энергии. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова